В областном правительстве рассмотрели основной финансовый документ – проект бюджета на ближайшие три года. Так, по оценке Министерства финансов Тверской области, в 2022 году доходы регионального бюджета составят 87 миллиардов рублей. На какие цели будут израсходны средства, расскажет Наталья Чекет. Главное в бюджете не доходы, а расходы. Проектам предусмотрено, что более 63 миллиардов будет направлено на выполнение нацпроектов. Основной объем финансирования – решение демографических вопросов. Модернизация системы здравоохранения, развитие дорожной сети и повышение качества городской среды. Очень интересный момент в этом бюджете. Достаточно много новаций, которые введены, в том числе по социальной поддержке, которую принимает региональное правительство для социально незащищенных категорий граждан, или чтобы поддержать развитие социальной сферы. В здравоохранении заявлены капремонты больницы, поликлиник, закупка новых скорых, медицинского оборудования для сосудистых центров онкодиспансера. Вводится новая единовременная выплата выпускникам, медикам и молодым специалистам для привлечения квалифицированных кадров в медучреждения. В образовании продолжатся ремонты детских садов и школ. Предусмотрены средства и на крупные проекты. Строительство детской областной больницы, это строительство западного моста и новой развязки, который соединит областной центр и наши муниципалитеты с трассой М11. Ну и еще, наверное, важно сказать, что выделяются дополнительные средства на культуру. Мы хотим, чтобы каждый квартал в регионе проходили интересные события. Кроме того, важным для региона станут газификация юго-западных и северо-восточных территорий, дальнейшее внедрение новой модели общественного транспорта, модернизация коммунальной инфраструктуры и ремонт дорог. Новые проекты по развитию элекционной зоны Завидова, это также у нас поддержка промышленных предприятий, это сейчас очень важно для нас, потому что это новые рабочие места, и мы уже с текущего года эту работу активно реализовываем и заложили продолжение этой работы, особенно в сфере переработки пиломатериалов. Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что будет продолжена системная поддержка инвестпроектов, включая развитие территорий с особыми режимами экономической деятельности, промышленных предприятий и агропромышленного комплекса малого и среднего бизнеса.